МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам формат разговора – не новая практика. Во время уборочной на счету каждая минута. И отвлекать рабочий пул на переезды просто нет времени. А сама тема очень актуальна. О глобальном продовольственном кризисе сегодня говорят на всех уровнях и на самых крупных международных площадках. Ситуация в мире с продовольствием весьма неопределенная. Подчеркиваю, абсолютно неопределенная. Если откровенно говорить, мы не знаем, что будет завтра. И это самое опасное. Многие говорят о том, что мы накануне голода. Мы это отбрасывать не можем и задаем себе вопрос – а вдруг? И если голод, вы знаете его последствия. Поэтому нам надо собраться. Господь подарил нам прекрасные погодные условия в этом году. И мы должны этим воспользоваться. И в-третьих, что немаловажно, я бы сказал, очень важно. Мы в этом году, если сработаем хорошо, можем прилично заработать и поправить экономику сельского хозяйства. В смысле, ситуация очень серьезная и, я бы сказал, чрезвычайная с точки зрения организации работ на селе. Для нашей страны уборочная кампания всегда тема номер один. Задача неизменна – обеспечить продовольствием все население и сделать запас. Прогнозы на нынешний урожай выше прошлогодних. По зерну стоит планка в 10 миллионов тонн. Сводки контролирующих органов скрыли главные проблемы. Несмотря на такое повышенное внимание, многие хозяйства завалили подготовку к кампании. Сегодня это простой техники в самое важное время. Всего факты низкой готовности установлены в 130 хозяйствах. Под пристальным вниманием незаконная торговля скотом, а также сокрытие падежа. И, как сообщает МВД, директор сельхозпредприятия стал фигурантом уголовного дела. Еще в марте-апреле руководитель хозяйства в Чауском районе отдавал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчеты. Чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки. Оперативники выявили нарушение в одном из хозяйств Чауского района, которое лишилось 48 голов крупного рогатого скота. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Ущерб от противоправной деятельности составил более 23 тысяч рублей. Энергокризис стал яблоком раздора для Европы. Единых действий от стран-членов ЕС ждать не стоит. О том, что Португалия не может участвовать в урегулировании европейского газового кризиса в ущерб своей энергосистеме, заявил министр окружающей среды страны. За то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, выступает и Польша. Каждая страна имеет свою независимую энергетическую политику и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую безопасность своих граждан. Нам сегодня не нужны никакие ограничения. Хранилища полные, поставки газа реализуются. Президент США лишается поддержки не только американцев, но и европейских коллег. Уровень доверения Сонному Джо снизился в 13 из 14 ключевых стран союзниц Вашингтона. Об этом свидетельствуют данные опросов. Так, в Италии доверие Байдена упало с 75 до 45% всего за год. А во Францию демократу перестали доверять почти половина опрошенных. Более 70 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов произошло на территории Минской области за полгода. Такую цифру озвучивают сотрудники ГАИ Центрального региона. Инспекторы ДПС уделяют особое внимание перемещению уязвимых участников дорожного движения в рамках республиканской акции «Пешеход». Экипажи дежурят на участках, где часто происходят аварии. Следят за соблюдением правил на пешеходных переходах и на дворовых территориях. Это не только должно касаться периода акции, а всего теплого летнего периода. Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательными, собранными на дороге. И, конечно, в большей степени это касается несовершеннолетних. Их нахождение на уличной дорожной сети здесь в первую очередь должен быть строгий и постоянный контроль со стороны взрослых. Даже в летний период ГАИ настоятельно рекомендуют использовать фликеры. Детей держать за руку при переходе через проезжую часть и на зебре отказаться от использования смартфона. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин